Приветствую Вас! И давайте начнем разбор Вашего вопроса с оценки ситуации в целом. При каком раскладе, при какой позиции, при каких событиях Ваши отношения имели бы хороший вектор? Ну, наверное, при таких отношениях, при которых, скажем, Ваша сотрудница, видя, что Вы относитесь к ней не так, как к другим, то есть мягче, воспринимала бы это как своего рода бонус, но не пользовалась. И не пользовалась бы этим, ну, скажем так, для своих интересов. А что произошло? Получилось так, что она устроилась на работу к Вам, вписалась в Ваш коллектив, завоевала Ваш, ну, скажем так, доверие. И теперь, пользуясь этим доверием, она защищает свои интересы. То есть Вам нужно в первую очередь понять, что человек действует исключительно в своих интересах. Потому что она перестала выполнять обязательные функции именно в силу, скорее всего, того, что знает. Теперь Вы, когда Вы, когда Вы, как бы, находитесь с ней в отношениях, теперь Вы уже не будете предъявлять к ней какие-либо серьезные требования. Почему? Да потому что, простите, Вы уже в отношениях, и значит, все совсем по-другому. Но отношения, основанные на искренности, на желании делать каждого человека счастливым, так не строятся. Обношения выстраиваются, прошу прощения, на равноправие, на равенство. А она Вашими отношениями пользуется, и пользуется для себя. И Вы, если этого не замечаете, то, я надеюсь, после моих слов, обратите на это внимание. Женщина откровенно пользуется тем, как Вы к ней относитесь. Не то, чтобы это, знаете, в обязательном порядке было плохо. Нет, мы не говорим о том, что это плохо. Это, знаете ли, ее право, это ее выбор. И Вам нужно понимать, что самого человека Вам не изменить. Ну, вообще никак. Да и, наверное, не стоит менять человека. Зачем? Она взрослая, расформировавшаяся личность. Ее не менять. И Вы не можете заставить ее не действовать в своих интересах. Потому что они для нее очень важны. Ее интересы. Но что Вы можете сделать? Что Вы вправе сделать? А вправе Вы сделать то, чтобы действовать в своих интересах. И для начала давайте определим так. Женщина начала пользоваться тем, что у Вас вложились личные отношения. Вы это видите. Вы видите, что женщина пользуется, ну, скажем так, если не служебным положением, то, по крайней мере, так сказать, определенной позицией по отношению к Вам. Вы это видите. И, видя это, все равно ей позволяете. То есть, Вы видите, что она использует Вас для своих целей. Вы это видите. Вы это понимаете, да? Но при этом все равно продолжаете ей позволять данное поведение. Скорее всего, скорее всего, я, естественно, не берусь как-то утверждать, да? Но, скорее всего, Вы делаете это потому, что Вам, простите, так нужно. Вам, простите, это для чего-то требуется. Вам необходимо, чтобы женщина была с Вами. И вот давайте подумаем, а какую же цель Вы преследуете в том, чтобы все это терпеть? Терпеть откровенно использующее положение. Ведь Вы, по сути, таким образом дискредитируете себя, как начальника. Вы дискредитируете остальных своих сотрудников, потому что они видят, как Вы относитесь к ней и понимают, что, в принципе, Вами можно манипулироваться. Вами можно управлять. Они видят, что женщина Вами управляет. То есть Вы дискредитируете себя. И я, опять-таки, хочу Вам заметить, что нету в моих словах, нету в моих мыслях желания Вас как-то занять или обидеть. Я хочу Вам помочь. Но чтобы Вам помочь, нужно понять, что заставляет Вас терпеть такие отношения. Такое отношение к себе. Почему Вы, вообще говоря, позволили себе служебный роман? Допустим, вначале Вы эту женщину не знали. Допустим, вначале Вы думали, что она вот такая хорошая, что у Вас с ней могут быть отношения и так далее. В принципе, в этом, я повторю, ничего плохого нет. Но, давайте будем честны, сейчас эта женщина Вас использует. Это означает, что чувств к Вам у нее нет. А это означает, что если чувство есть, то только у Вас к ней. И поскольку Вы терпите от нее такое поведение, значит, у Вас от нее зависимость. То есть, Вы в чем-то от нее зависимы. Какие-то свои желания Вы пытаетесь через нее удовлетворить. И вот об этом Вам и нужно подумать. О том, какие желания. Почему Вы пришли к тому, что Вы стали зависеть от такой женщины. Какие Ваши потребности, какие Ваши неудовлетворенные желания заставляют Вас так себя вести. И вот когда Вы эти желания будете правильно удовлетворять, то есть, что значит правильно? Правильно, это значит, что Вы будете напрямую это делать. Напрямую удовлетворять свои желания. Не завися от какого-либо человека. Здраво оценивая его отношение и к себе, и к самому себе. То есть, как человек относится к Вам, и как человек относится, скажем, к самому себе. Так вот, женщина к Вам относится ужасно плохо. Я надеюсь, что Вы это понимаете. А это значит, что у Вас есть личная заинтересованность в том, чтобы с ней быть. До тех пор, пока личная заинтересованность проработана не будет, нельзя говорить о том, что Вы сможете поступить правильно. Потому что Вы будете постоянно зависеть от нее. Вы будете постоянно думать, а вот если я испорчу отношения, то я чего-то лишюсь. Чего Вы лишитесь? Вот, попробуйте ответить себе на этот вопрос, и тогда можно будет говорить о том, что Вы встали на путь решения данной проблемы. Вы пишите, значит, вот, она не выполняет обещательные функции. Более строго сказать, Вы не можете именно ей уволить ее тоже не можете. Потому что, наверное, боитесь потеряться. Боитесь потеряться. Боитесь остаться один. Боитесь вновь быть одиноким. Вновь быть без девушки. Но тогда возникает вопрос. Я надеюсь, этот вопрос Вам не покажется чем-то, ну, знаете, чем-то странным. Вопрос этот следующего характера. А как так получилось, что Вы раньше были без девушки? Почему Вы один? Какие, скажем так, ну, проблемы, какие факторы не дают Вам быть с кем-то? Не дают Вам быть с девушкой? Что мешает? Какие моменты мешают? Может быть, какие-то Ваши, там, проблемы, может быть, какие-то Ваши страхи, может быть, что-то еще. Давайте попробуем, может быть, неуверенность в себе и так далее. Давайте попробуем на этот вопрос тоже ответить. Потому что этот вопрос очень важен. От него без лишних, так сказать, слов зависит Ваше будущее и как, значит, сотрудника, да, и вообще говоря, как мужчин тоже. Потому что понятно, что у Вас имеется определенная неудовлетворенность. Но эту неудовлетворенность нужно уметь правильно, прошу прощения, эту автологию удовлетворять. Если Вы этого делать не будете, то за Вас, к сожалению, этого, ну, не сделает никто. Я прошу прощения, если это произвучало достаточно как-то грубо. Вы поймите, что мне нет нужды как-то Вам, ну, как-то Вас обижать. Мне нет нужды. Я не преследую такой цели. Я хочу только одного, помочь Вам. А это невозможно без понимания того, что Вам недвижит. На данный момент я могу сказать только то, что Вам недвижит какая-то личная зависимость, личная заинтересованность. Что это за заинтересованность? Я могу, к сожалению, только гадать пока что. Но думаю, что вот это вот Ваше «не могу» уволить, «не могу» сказать, продиктованное личным интересом. Еще раз. Пока Вы не поймете, что девочка Вас использует, ничего хорошего с ней у Вас не получится. Пока Вы, скорее всего, не поймете, что она использует Вас для достижения своих целей. Пока Вы будете надеяться на то, что у Вас с ней получится хорошее, истинное, теплое отношение. Пока Вы будете на это надеяться, руководствуясь Вашими собственными желаниями. У Вас будет такая ситуация, что Вы будете разрываться между своим «я» как руководителем, и между своим «я» как мужчиной. Но давайте подумаем так. Вот если женщина к Вам искренне относится, стала бы она не выполнять свои какие-то обязанности? Вряд ли. А значит, ей так удобно. А значит, она Вас использует. А значит, эти отношения приведут только к тому, что Вы сделаете себе хуже. И дискредитируете себя. Ведь если бы она относилась к Вам искренне, она бы понимала, что вся эта ситуация не делает Вас счастливее. А если она не делает Вас счастливее, то это противоречит главному, основному стремлению любящего человека. Делать другого счастливым. Она этого не делает. И из-за этого проблемы. Надеюсь, Вам этот момент понятен. Надеюсь, я смог донести до Вас все основные моменты, которые я хотел. На этом все. Хочется верить, что мой ответ Вам поможет понять, в какую сторону Вам двигаться. Если он понравился Вам, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю Вам всего доброго и удачи. Если какие-то вопросы дополнительные остались, обращайтесь в личку. Я помогу Вам. Спасибо. Спасибо.